Много очевидцев. Соседи и жильцы наблюдают за тем, как работают спасатели. В кяхте квартира в пятиэтажке загорелась ранним утром. Пожарные эвакуировали 12 человек. Четыре человека были переданы врачам скорой медицинской помощи. Впоследствии мужчина 1980 года рождения и ребенок 2016 года рождения от полученных травм скончались в медицинском учреждении. Причина пожара устанавливается, но предположительно это короткое замыкание электросети в квартире на четвертом этаже. К другим темам. Тройное ДТП на проспекте автомобилистов. По версии аварийных комиссаров, его устроил водитель в алкогольном опьянении без госномеров, который тут же скрылся с места происшествия. Микроавтобус Toyota въехал в седан Camry, а та, в свою очередь, догнала ОАЗ-буханку аварийной службы. В Иволгинском районе автоинспекторы случайно задержали подозреваемого в угоне. В ходе проверки водителя, совершившего ДТП с наездом на забор, полицейские установили, что автомобиль ему не принадлежит. Позже нетрезвый молодой человек признался, что сел за руль чужой иномарки после того, как заметил в открытой машине ключ в замке зажигания. Правоохранители призывают жителей республики не забывать запирать двери и не оставлять ключи в машине. Опасная, даже скорее, бесхозная спутниковая тарелка лежит на одной из городских многоэтажек. И кажется, никого не волнует, что она может слететь. А в нескольких шагах детская площадка. Мы уже обратились в управляющую компанию дома, где были удивлены, но пообещали тарелку убрать, чтобы не случилось ЧП. И в Архангельске 12-летний мальчик помог маме накопить на поездку к Байкалу. Он играл Хава Нагила на набережной. Несколько людей опубликовали ролик, где был указан номер женщины, и треть необходимой суммы набрали. Остальное она заработала сама. Мы хотим с мамой вместе в отпуск съездить, я помогаю. Байкал я где-то в фильме в каком-то видела, и меня он просто восхитил, заворожил. И я с тех пор мечтаю, думаю, как бы туда съездить. Я не в курсе была, что кто-то выложил пост с моим номером телефона. И когда стали поступать деньги с сообщениями на отпуск, или Давиду и его маме, я не понимала, что происходит, не понимала, что с этим делать. Я думала, меня кто-то из знакомых так разыгрывает. Сейчас счастливая семья уже отдыхает на Байкале и наслаждается местными красотами, передавая слова благодарности и приветы всем неравнодушным. Мария Латышева, Новости дня.